МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Теля-экспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Трагедия на трассе. Страшная авария унесла жизни двоих человек. 100 рублей за пачку. Минздрав предлагает вновь повысить акцизы на сигареты. И 5 лет на благо города. Свой день рождения отпраздновал ноябрьский филиал Ханты-Мансийского банка. Авария на трассе унесла жизни двоих мужчин. Еще один получил серьезные травмы. Сегодня рано утром на загородной трассе в 43 километрах от города столкнулись ВАЗ-21099 и Инномарка. С места событий репортаж Ктени Епишевой. Обломки автомобилей, осколки разбитых вар и даже куски краски разбросало практически по всей дороге. Вероятно, участники ДТП двигались на приличной скорости. Дорога здесь ровная, прямая. И если верить статистике, аварийная она не считается. 6 часов 58 минут в госавтоинспекцию города Ноябрьска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 9-м километре автодороги в подъезд к городу Ноябрьску. В данном дорожно-транспортном происшествии участвовали две машины. Автомобиль ВАЗ-21099 и автомобиль Сан-Йонг. Иномарку при столкновении развернуло, и машина съехала с дороги в болото. 99-ю от удара просто разорвало на две части. Ее водители и пассажиры скончались на месте происшествия. По словам инспекторов, шансов выжить у людей, которые находились в отечественном автомобиле, просто не было. Мужчина находился в болоте, там была сочетанная травма, то есть там были множественные травмы, которые несовместимы с жизнью. И первый мужчина, скорее всего, там открытая черепно-мозговая травма. При сильном столкновении машина как бы разорвала на двое, то есть удар был очень серьезный. Что касается водителя иномарки, он получил серьезные травмы и с места ДТП был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Известно, что погибший водитель ВАЗа был жителем Ноябрьска. Личность его пассажира полицейским пока установить не удалось. Обстоятельства происшествия, а именно кто является виновником страшной аварии, сейчас выясняют следователи. Все, что известно на данный момент, так это то, что водитель иномарки двигался в сторону Карамовского поста, а 99-я шла ему навстречу. Ксения Епишева, Кирилл Мигель, Анатолий Присич. Новости нашего города. И буквально спустя несколько часов в Ноябрьске произошла еще одна авария. У центральной трубной базы столкнулись Вольцваген и Митсубиши. Как выяснилось, водитель кроссовера при повороте налево не уступил встречному седану. От удара Вольцваген загорелся, но с пламенем быстро справились пожарные. Водителю и пассажирке Вольцвагена, а также самому виновнику ДТП понадобилась помощь медиков. С места аварии они были доставлены в центральную городскую больницу. В результате ДТП в центральную городскую больницу были доставлены водитель и пассажир с различными переломами. Водителю назначено амбулаторное лечение, пассажиру назначили стационарное лечение. Водителю автомобиля Митсубиши лечение не назначалось. 30 тысяч штрафа плюс полтора-два года лишения прав. Президент подписал закон, отменяющий так называемое нулевое промилле, но ужесточающий наказание за езду в пьяном виде. Нововведение призвано обезопасить резвых водителей в случае, если алкотестер среагирует на кефир или квас. То есть, если в крови будет найдена ничтожно малая доля фонового алкоголя. Но вот тем, чей допустимый уровень, а он теперь составляет 0,16 и более миллиграмма на 1 литр воздуха, будет превышен, сильно не повезет. Если за гражданином это будет замечено не впервые, сумма штрафа составит уже 50 тысяч рублей. Также новый закон предусматривает и административный арест на срок до 15 суток, если пьяный водитель ранее уже был лишен права управления автомобилем. Сегодня был опубликован документ, который облегчит жизни тысячам наших граждан, вовремя не заплатившим административный штраф и не рассчитавшимся по налогам или иным финансовым сборам. Новые поправки в закон об исполнительном производстве главным образом регламентируют их выезд за границу. В прежней редакции данная норма действовала так. Если у человека административный долг, скажем, в 300 рублей, о зарубежном воеже он может забыть, с таким долгом его просто не пропустят через таможню. По новым же правилам запрет распространяется только на человека, не оплатившего сумму более 10 тысяч рублей. Кроме того, закон предписал дополнить базу данных судебных приставов информацией о месте рождения должника. Вкупе с другими сведениями о человека, его фамилии, именем, отчеством, местом жительства, датой рождения и так далее. Это поможет избежать путаницы с двойниками неплательщиков. 150 тысяч рублей будет стоить предпринимателям продажи сигарет несовершеннолетним. А вот юрлица заплатят 100 тысяч, если допустят курение на территории, где осуществляют свою деятельность. Минздрав намерен ужесточить антитабачный закон. И изменения коснутся не только предпринимателей. Рядовой гражданин заплатит за курение в неположенном месте полторы тысячи. А уже через полтора года поднимутся цены и на сами сигареты. Так уже внесенный в Госдуму законопроект по изменениям в налоговый кодекс по проекту Минфина предполагает повышение акцизов на сигареты до 20 рублей на пачку в 2014 году и до 25 рублей в 2015. Минздрав же в новом документе предлагает повысить акцизы до 30 рублей с пачки в 2014 году и до 52 рублей с пачки в 2015. В итоге средняя цена пачки сигарет составит порядка 100 рублей. Законопроект, разработанный ведомством, уже вынесен на общественное обсуждение. Готовы ли ноябрьцы идти на такие траты ради очередной дозы никотина? Мы поинтересовались у граждан. Колеса буду курить. 40 лет курил, я не могу бросить. Эти люди зависимы от этих сигарет. Я думаю, что сколько бы они ни стоили, они все-таки будут тратить на это деньги. Молодцы, что так делают у всех. Молодцы, что повышают цены, чтобы люди меньше покупали сигареты, чтобы меньше курили. Чтобы больше за здорового по жизни были. Цена на сигареты не повлияет никак на нашу привычку, это точно. Это так, если чисто самому себе объяснить, что это не нужно, как бы не курить. Бывает такое, не курим, бывает курим. Может меньше будет курить. Я так думаю. Ну, дорого стоит и как бы расходов больше. Эти законы, они коснутся, мне кажется, сильно бедных. Те, которые не смогут себе позволить купить сигареты, например, за 100, за 150 рублей. Но я считаю, что если человек курит и он не намерен бросить, он будет курить и за 150 рублей. Сколько раз сводили водку у дорожания, и все равно люди пили. Также повысят цены на сигареты, люди будут курить. На Вангапуровском месторождении скоро будет введена в эксплуатацию горизонтальная скважина, на которой впервые в компании «Газпромнефть» будет проведен 10-стадийный гидроразрыв пласта. А недавно была запущена в работу скважина с 8 портами. О том, какую пользу это принесет компании, в следующем материале выпуска. Вангапуровское месторождение. То, что произойдет здесь в ближайший месяц, будет увековечено в истории предприятия «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаз». Словосочетание многостадийный ГРП для его сотрудников, конечно, не новое. Этот метод добычи использовался и раньше, но с применением сразу 10 портов – никогда. Очень много скважин сейчас будет на предприятии в отложениях с низкой проницаемостью. Эти пласты относятся к категории трудноизвлекаемых запасов. Увеличение самого ствола и стадии позволяет увеличить, точнее, даже расширить разработку пласта и увеличить дебет. Зеленым отображается положение талевого блока. Темно-синим, вес на крюке. Синий цвет – это осевая нагрузка, то есть при бурении показывается нагрузка на долота и давление, с которым бурим. За ходом работ ведется непрерывный контроль. Четкие приборы в цифрах отображают все необходимые показатели. Сейчас на скважине «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» подготовительные работы к проведению гидроразрыва. На данный момент идет сборка компоновки для бурения техколонны. Вчера буревая бригада спустила кондуктор диаметром 324 на глубину 603 метра. Техколонна будет спущена на глубину 1302. Далее будет пилотный ствол. По результатам геофизики будет уже известно, в какую сторону бурить. То есть пилотный ствол будет ликвидироваться, и уже после него будет выход на горизонт. Глубина новой скважины составит почти 4500 метров. Длина горизонтального участка более километра. Внешне скважина ничем не будет отличаться от остальных. А вот внутри процесс гидроразрыва будет выглядеть примерно так. Транспортный ствол пройдет практически всю планируемую дистанцию, а затем боковая зарезка постепенно выйдет в горизонт, то есть на угол в 90 градусов. Каждый из 10 портов будет доставлен пропант – химическое соединение, которое под высоким давлением в нужный момент взорвется. Грунт в этих местах пойдет трещинами, в которые и будет просачиваться нефть. Предполагается, что на 10-ти портовой скважине дебет составит порядка 100 тонн нефти в сутки. На этом же месторождении недавно ноябрьский нефтегаз пробурил горизонтальную скважину с применением 800-дейного гидроразрыва пласта, на которой уже добывают 75 тонн черного золота в сутки. До сих пор количество гидроразрывов, проводимых компанией в одном горизонтальном стволе, не превышало 6-7 стадий. В планах – вовлечение в разработку 60 миллионов тонн трудноизвлекаемых запасов до 2015 года. К 2020 году этот показатель должен увеличиться до 300 миллионов тонн. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего города. Далее, коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспондента газеты «Слово нефтяника». Председателя Кружного комитета солдатских матерей Людмила Буряк побывала в воинских частях Кавказа, где проходят срочную службу наши ребята. О том, как служатся северянам, как обустроен их быт и сколько получают срочники, читайте на шестой полосе издания. В компании «Газпромнефтноябрскнефтегаз» приступили ко второму этапу утилизации попутного нефтяного газа. Сейчас специалисты прорабатывают схемы доставки этого природного сырья со своих дальних месторождений. Первые комплексные поставки углеводородного сырья планируется начать в 2016 году, но уже сейчас по этому показателю нефтяники Ямала вышли в абсолютные лидеры по России. О борьбе за экологию и о большом пути нефтяного газа вы узнаете, открыв четвертую полосу газеты. Поезда дальнего следования являются самым популярным видом транспорта для россиян, отправляющихся в отпуск. С недавних пор приобрести билеты можно по интернету, значительно сэкономив свои деньги. Подробнее о специфике железнодорожных путешествий и о том, что делать, если вы отстали от состава, вы сможете прочитать на 11-й полосе «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Общий долг россиян по микрозаймам вырос в три раза. Сейчас он составляет более 4 миллиардов рублей, пишет российская газета. 4,3 миллиарда, если быть точными. Именно такая сумма передана для работы в коллекторские агентства. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. По мнению экспертов, такой рост приобретает опасные черты. Граждане бросаются в микрозаймы, совершенно не разбираясь в том, чем это грозит. Более того, по итогам 2013 года аналитики ожидают рост долгового портфеля до 6 миллиардов рублей и советуют хорошенько подумать, прежде чем решиться взять в долг у микрофинансовой организации и для уверенности проконсультироваться с экспертом. И последнее. Россияне вошли в пятерку самых активных покупателей в интернете, сообщает агентство PayPal. Причем довольно часто наши соотечественники приобретают товары через сеть за границей. Чаще всего россияне приобретают одежду, обувь и аксессуары. Товарооборот в этой сфере превышает 12,5 миллиардов долларов. Товары для красоты и здоровья на второй позиции свыше 7,5 миллиардов. Гаджеты и компьютерное оборудование делят третью строчку по 6 миллиардов. Ювелирные украшения, драгоценные камни и часы отстают, но ненамного – 5,8 миллиардов долларов. Бытовая техника и электроника на пятой позиции – 5,4 миллиарда долларов. Как показывают результаты исследования, интернет-покупки у иностранных продавцов люди совершают чаще всего для того, чтобы сэкономить и приобрести то, что недоступно на местном рынке. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Дверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромнефть»